здоровенький был и подписчики мопеда раритета вича с вами снова илья механик и сегодня наши новости будут посвящены полностью яви 555 начну в первую очередь поршня с кольцами вернее как цилиндр был расточен под этот поршень но то ли за неимением денег то ли уже не помню по причине давно обнаружил шоу не оказывается без пальца из топоров скорее всего метода денег не хватило бананов на 70 гривен доплатить этот палец топора может и где-то выну и неблагополучно где-то сели лежат надо будет архивы все фото поднять и посмотреть что к чему и как вот и поршень надо устаканить шатуном это потребуется замена втулки вот съездила сегодня на рынок ради спортивного интереса узнал что почем вот это вот банальная втулка стартует цене от 50 гривен это такая типа на один раз пишу типа как бы качественные втулки они уже идут за 80 естественно денег у меня нет и я покупать не собирался но ценника я немножко под этот под удивлен был дальше уже вечером оставалось доделать мелочевки это шайбы пятерочки как я помню торгашка которая мне продавала сказала что не точно 9 миллиметров какого было мое удивление когда я попробовал прислонить их на крышку они вот в это углубление не влезли потом был бастон штанги перемеряном ведь все таки она 5 на 10 они 5 на 9 миллиметров то есть она сама мерила мне не дала посмотреть но и втюх ну альф вот я еще запомнил что я переспрашивал 9 точно и в итоге я вот полвечера провел за надфилем где-то мы вот за вот этим вот надфилем ведь он до сих пор меди и подтащил как и делал я брал вот свою такую вот ручную дрельку с ручным приводом брал три шайбы один винтик брал вот из вот этих шести винтиков один там я не помню уже какой зажимал три шайбы гаечкой вставлял патрон и ножкой держал дрельку лица прижал ее полу крутил ручкой и второй рукой прижимал надфиль шайбом потихонечку их обтачивал до нужных девяти миллиметров по винтам по заводу по каталогу здесь идут 6 винтиков размерностью m5 25 но благо у дедушки которые покупал вот эти вот шлицевые винтики что-то не по 50 копеек штучка были вроде не казалось 25 оказались 30 и слава богу я взял их 30 потому что вот два вот этих вот нижних винта как оказалось требует 30 размер то есть у них с краю уже изношена резьба и в общем то они на полную длину винта вкручиваются я мячиком получил грязь из всех резьб аккуратненько первым размером то есть нашу ржавенький на барахолке еще черти знать когда вот и вот эти четыре винта по часовой стрелке пришлось подрезать до штатного 25 миллиметрового размера вот вот эти два нижних оставить тридцатки то есть благо что у деда не нашлось 25 кто у меня ждал об серьезное огорчение да это конечно винтики не как у дедушки вагнар из нержавейки но как дед распинался что это советская этот еще хорошая сталюка по правой стороне крышка не прилегла плотно там скорее все время придется чистить потому что чувствую что и менту есть куда ехать но из-за грязи он не придет поэтому не притягивать этого на часу так вот слышно карабане все почистим глянем шутчего может винтики подрежем винтики это остатки от мотора для стеллы это лишние там часть была заменена вообще-то из двух моторов стала собиралась вот тут второй мотор общение ночи не ходить ну и как будет решена проблема стулка это уже как я работа найду и заведу снегами тоже палец надо будет докупить ценник по моему на него 70 гривен начинался то есть 83 на стол к 70 на рент палец 150 но и стопора на гривен 30 попросит 10 стопора номер на 5 скрепок будет смотреть что и как заходить айки на скором времени тоже подрежем то есть эти четыре гайки превратятся 8 но нужной длины нам вот такие сильно торчат анатолицу а будем готовить потихоньку пионер челленджу и заниматься уже самой рамы тут еще по меди осталось докупить шайбу десятку подвал лапки переключения двенадцатую шайбу 14 не помню нас будет пока того гулять под заливную и от перерезано сливную на 12 тоже пока все то есть нам еще четыре медных позиции а вот еще под этот под контрольную надо шестерочку купить из четыременных позиций еще надо закрыть ну думаю на этом все продолжение следует только как скоро это уже не интересно спасибо за вниманием подписывайтесь на мой канал ждите дальнейших видео всем пока